Как Вы отмениваете в итоге первого дня саммита, или решение о том, что в 2016 году наша страна будет хозяином саммита, будет не сойдем в России? В очень деловом таком режиме, рабочем, прошла первая часть саммита сегодня. Практически все принимали участие в обсуждении вопросов, которые были в поездке дня. И прежде всего речь шла о проблемах развития мировой экономики. Практически каждый из присутствующих дал анализ ситуации в своей собственной стране, анализ развития мировой экономики, что, собственно говоря, и я тоже сделал, Ваша покорная слуга тоже проинформировала и о ситуации в России, о наших приоритетах, о том, что сделано и что мы планируем делать в ближайшее время. Мы обсудили, как это стыкуется, как все эти планы стыкуются друг с другом. И мне кажется, что это обсуждение было очень позитивным. Некоторые вещи удалось не только послушать, но и сделать выводы о приоритетах развития, в том числе, российской экономики. Как мне показалось, у наших партнеров значительный интерес вызвала информация о наших планах в сфере энергетики, в том числе и на, прежде всего, на европейском континенте. Но не только. Речь шла и о крупных проектах с другими нашими партнерами, в том числе с американскими партнерами. Ну и, разумеется, мы говорили о завтрашнем дне, о проблемах, связанных с развитием в беднейших странах мира, о планах проведения международной встречи в Иоганнсбурге. Здесь тоже я отметил некоторые наши приоритеты. Напомнил о приглашении представителям всех стран «Восьмерки» поучаствовать в международной конференции по изменению климата в Москве в следующем году. Ну и, наконец, Вы сами об этом упомянули, принято решение в 2006 году провести саммит «Восьмерки» в России. Я думаю, что это очень хороший знак, знак того, что роль России возрастает, и качество, самое главное, меняется качество наших отношений с ведущими индустриальными странами мира. Мы с благодарностью эту информацию восприняли, и, конечно, подготовим и проведем, уверен, очень достойно этого мероприятия. Матер Иванович, перед отлетом в Кананасске в своем беседе с губернаторами южных областей регионов России. Как Вы оцениваете деятельность местных и федеральных органов власти по оказанию помощи населению? К сожалению, очень много пострадавших, и масштаб очень большой. Страдают, как всегда, самые необеспеченные люди. Те, кто и в нормальных-то условиях имеет не очень высокий уровень жизни, те, прежде всего, пострадали. Дома пострадали как раз самые бедные. Что касается оценки действий, то мне кажется, что можно было все-таки в таких масштабах не допустить, поскольку информация о подобного рода развитии событий все-таки была заблаговременной. И местные власти, на мой взгляд, могли бы профилактически отработать более эффективно. Сейчас предпринимаются необходимые меры, и все службы задействованы. Главное сейчас оказать помощь конкретным людям в восстановлении жилища, оказать материальную помощь. Оказать помощь в снабжении питьевой водой, медикаментами, не допустить развития, возникновения эпидемии. На данный момент, повторяю, усилия предпринимаются достаточно энергичные. Но о том, как весь комплекс этот сработал, можно будет говорить только после того, как основные работы будут завершены. Мы договорились с губернаторами, с президентами республики в составе России, с которыми я разговаривал о том, что мы будем поддерживать. Правительственная комиссия, которая была сформирована, как вы знаете, недавно, работает. Специалисты различных министерств и ведомств работают не из Москвы. Все выехали на место. И после возвращения отсюда из Канады мы обязательно проведем совещание по этому вопросу с руководителями регионов. Посмотрим, как развиваются события. Скорректируем наши действия. Скажите, пожалуйста, человеческая атмосфера, как вы ее оцениваете, как она вам понравилась, насколько общение было по человеческим интересам? Очень доброжелательно. Вообще, надо сказать, что главы государств, правительства, восьмерки не только компетентные, но и во всех отношениях людей приятные. Здесь, знаете, такая товарищеская атмосфера. Очень доброжелательно направлено на поиск решений тех проблем, которые обсуждаются. И даже если есть разные подходы к определению тех или других проблем, все-таки поиск совместных решений идет в очень конструктивном ключе. На мой взгляд, это очень хорошая предпосылка для того, чтобы добиться положительных результатов. Спасибо.